Танго – один из наиболее экспрессивных танцев мира. Благодаря этому танцоры танго могут в своих движениях не просто демонстрировать профессиональное мастерство, но и рассказывать целые истории. От сюжета постановки зависит, какую эмоцию должны показать зрителю танцоры – страх, волнение, любовь или страсть. Может быть сюжет ссоры – это как придумают пары танцевальные на паркете, то есть как кому комфортно. Ну там больше любовный сюжет, как бы девочка поссорилась с мальчиком, ссора, вот мы встретились, любовь, опять разошлись, то есть по-всякому разному. Принято считать, что танго – это танец взрослых людей, которые на основе прожитого опыта могут показать различные эмоции. Однако юные танцоры считают, что танго можно исполнять в любом возрасте, главное – прочувствовать постановку. Мне было 11 лет, меня пригласили танцевать в филармонию танго, либертанго, не с этим партнером, с другим. И там, если честно, чувств было побольше, чем сейчас, я вам хочу сказать. Сейчас мы то есть больше танец, боимся станцевать что-то не то, а дети им сказали про танцуете, любовь, экспрессию, мы танцевали. Поэтому я не могу сказать, что это чисто для взрослых танец. Танго – все возрасты покорные. Тем не менее, танец считают одним из самых сложных в латиноамериканской программе. Если европейскую программу дети начинают изучать с вальса, то латиноамериканскую – с ча-ча-ча. А к изучению танго приступают лишь овладев в достаточной мере навыками нескольких основных танцев. Сейчас вариант спортивного танго. Здесь становится уже позиция более широкая, сильная. У нас контакт в паре происходит в правых сторонах. На сегодняшний день детей обучают уже с четырех лет. И первые соревнования проходят – это такие танцы, как медленный вальс и ча-ча-ча. Затем учатся квик-степ и джайв. Медленный вальс – это европейская программа и квик-степ, ча-ча-ча и джайв – это латиноамериканская. И только лишь после того, как дети выучат основные фигуры этих четырех танцев, следующий танец – это танго и румба. Диана Себова начала заниматься танцами в пять лет. Девушка рассказывает, что ее путь в мир танцев был тернистый и непростой. Однако именно упорство и целеустремленность помогли достичь положительных результатов. У меня были очень строгие тренера, я на каждой тренировке плакала. И я не знаю, что меня так мотивировало, что вот я хочу танцевать, как там ходила одна девочка, я так хочу танцевать, как она, я так хочу танцевать, как она. И у меня родители спрашивают, ну все, это тебе стресс большой, давайте по нему ходить. Она такая, нет, я буду ходить. И так до сих пор вот хожу, потому что вот я понимаю смысл, зачем я это делаю. Я знаю свою цель, стремлюсь к ней и вот. Второй наш собеседник Артем Ляшук связал свою жизнь с танцами совершенно случайно. Однако спустя время парень понял, что его выбор был предопределен судьбой. Я туда вообще пошел изначально, потому что узнала друга, с которым мы вечно игрались там вместе в игрушки, там в телефоны, что он тоже пошел на танцы, я вообще считал это максимально девичьим видом спорта, что ну танцы, фу, лучше бокс, там футбол, подобное. Но только из-за этого друга, потому что мы очень крепко с ним дружили, очень такая сильная была дружба, я вот пошел к нему, и ровно два занятия я отходил, как он ушел. Мы два занятия побыли с ним там вместе, он уходит. А моей бабушке очень нравилось, она тогда меня отдала, я тогда жил с бабушкой, она меня тогда отдала на эти танцы, ей очень нравилось, как танцуют пары, и вот она сказала, нет, Артем, ты за ним не уходишь, ты остаешься танцевать дальше. С опытом Артем Лешук и Диана Себова стали не только профессиональными танцорами, но и тренерами, которые передают свой драгоценный опыт младшим поколениям. Конечно, понятно, это сложно, надо рассказывать сначала технику, потом вот смотри, показывать, как танцуют другие пары, как я танцую, то есть показывать, что такое может быть, что вот, если ты будешь там хорошо стараться, если ты поймешь смысл этого всего, то ты сможешь это танцевать. Если приходит уверенно себе мальчик, говорит, я тут сам вообще хочу вот с этой танцевать, с этой тоже, это мне не нравится, но ничего, тоже с танцуем, получается, не тут. И по правде говоря, таких большинство. Опытные тренеры подчеркивают, для того, чтобы научить человека танцевать, необходимо одинаково уделять внимание как технике, так и эмоциональному состоянию танцора. Специальные упражнения помогают начинающим раскрепоститься и поверить в свои силы. Как только ты просишь ребенка выйти, станцевать, чтобы все посмотрели, вот это один из самых таких моментов, все, сразу начинается паника. Как все смотрят, а я делаю. То есть, и понятно, что в этом плане начинаешь уже придумывать какие-то упражнения. Например, элементарно есть самое простое. Нужно вслух сказать, какой я красивый, пять раз с разной интонацией. То есть, не каждый человек сможет о себе сказать, какой я красивый, какой я красивый. То есть, меняя эмоции и так далее. По словам профессионалов, научиться танцевать танго может каждый. Наши корреспонденты также решили попробовать освоить несколько движений. Самое главное в изучении танго, как и в любом танце, не сдаваться перед трудностями и твердо идти к своей цели. Наши собеседники говорят, чтобы добиться побед на всевозможных конкурсах и соревнованиях, нужно долго и упорно тренироваться. И самое главное – всегда верить в себя.